Здравствуйте, дорогие друзья! На этом занятии мы с вами познакомимся с обработкой событий от мыши. Всего в PyGame существует 4 их типа. Это MouseButtonDown, MouseButtonUp, MouseMotion и MouseView. Давайте для начала рассмотрим пример обработки события MouseButtonDown. Для этого я перейду вот сюда, вот в интегрированную среду PyCharm, и у нас будет следующая программа. Как всегда, я её уже написал, и сейчас объясню, как и что здесь работает. Вот это вот начало вам уже знакомо. То есть мы подключаем PyGame, инициализируем, здесь создаём главное окно, определяем цвета, может быть они нам понадобятся, ну и далее делаем 60 кадров в секунду. То есть наше главное окно будет перерисовываться с частотой 60 кадров в секунду. И далее идёт главный цикл. Значит, в этом главном цикле мы проверяем очередь событий, и если произошло событие QIT, то есть выход из программы, то значит программа завершается. И проверяем ещё одно событие. MouseButtonDown. То есть это как раз событие на нажатии кнопки мыши. Ну и соответственно, вот здесь в консоль, если кнопка мыши нажата, будет выводиться сообщение, что кнопка нажата, и выводится номер нажатой кнопки. Давайте посмотрим, как это будет работать. Я запущу эту программу. Значит, программа запустилась. И теперь вот в области этого окна, клиентского окна, я буду нажимать на кнопку мыши. Сначала нажму левую кнопку мыши. У нас появилось значение 1. Потом нажму среднюю кнопку. У нас получилось значение 2. Теперь нажму правую кнопку. Получилось значение 3. Ну а если вот колёсиком покрутить, то у нас получается значение 4 и 5. То есть 4 это в одну сторону колёсик крутится, а 5 это в другую. То есть у нас получается следующее значение. 1 для левой кнопки, 2 для центральной, 3 для правой, и 4 и 5 для колёсика. Вернёмся в нашу программу и добавим ещё одно событие от мыши. Это событие mouse motion, то есть перемещение курсора мыши. И для того, чтобы нам отследить позицию курсора мыши, текущую позицию, мы используем такое свойство объекта event pause. И давайте посмотрим, что будет выводиться у нас в консоли при перемещении мыши. Запускаем программу, перемещаем мышь, и видите, у нас возвращается такой вот кортеж из двух значений. То есть значение мыши по координате x и по координате y. То есть вот верхний левый угол это практически 0 у нас здесь получилось. Вот если правильно подвести, будет совсем 0. А противоположный угол, соответственно, у нас увеличивается координаты и по x и по y. То есть когда вот этот вот объект event связан с событиями от мыши, то у него дополнительно появляются вот такие вот свойства. свойства button о нажатой кнопке и свойства pause о текущих координатах курсора мыши. Но у этого объекта event есть еще одно свойство. Оно называется real. Это относительное перемещение курсора мыши. То есть перемещение курсора мыши относительно предыдущей позиции. И смотрите, что будет. Сейчас запустим эту программу. И если мы будем перемещать курсор мыши, то у нас получаются относительные значения. То есть мы смотрим, насколько переместился курсор относительно предыдущего момента. Это часто бывает удобно, когда нам нужно объект переместить с помощью курсора мыши и нам нужно знать, насколько его нужно сдвинуть. И для этого мы пользуемся уже вот этим вот свойством real для того, чтобы определить вот это вот смещение. Причем вот это вот свойство real, оно существует только вот для этого события. Pygame, mouse motion. Вот, например, вот для этого события оно не будет существовать. Вот, например, если мы вот сюда вместо button real вот так вот запишем, запустим программу и нажмем на кнопку, то смотрите, у нас получается ошибка. Ошибка, что вот этот вот объект event не имеет вот такого вот свойства. Вот такое свойство real существует именно только вот в этом событии, mouse motion. В других не существует. Вот это следует иметь в виду. И давайте далее реализуем программу, которая позволяет рисовать в окне прямоугольник с помощью мыши. Вот это вот все я пока уберу. Мы сюда добавим чуть позже код. А перед главным циклом мы запишем вот такие вот строчки. То есть у нас будет флаг того, что мы рисуем прямоугольник и координата. Это вот начальная координата, начиная с которой мы будем рисовать прямоугольник. А это та, до которой мы его нарисовали. Далее мы здесь закрашиваем клиентскую область белым цветом. Ну и рисуем, перерисовываем это вот главное окно. Значит, что у нас здесь будет в главном цикле? Во-первых, мы должны отследить нажатие вот на эту вот левую кнопку мыши. То есть мы смотрим, что кнопка мыши нажата и нажата именно левая кнопка мыши. То есть мы смотрим еще вот это второе свойство, button. И если оно равно единице, то действительно нажат левая кнопка мыши, то вот этот вот флаг start draw, то есть начало рисования, мы устанавливаем в значении true. Ну и кроме того, мы определяем начальную координату рисования прямоугольника. Для этого обращаемся к этому свойству pose и берем вот эту вот коллекцию, то есть карты 6 двух значений, где хранится текущая координата курсора мыши. Далее, следующими строчками мы будем обрабатывать вот такое событие перемещение мыши. И соответственно здесь дополнительно смотрим. Если установлено в true в истину вот этот вот флаг start draw, то есть начало рисования, то мы запоминаем текущую позицию курсора мыши, вычисляем ширину и высоту прямоугольника, текущую ширину и высоту. Ну и соответственно мы его здесь рисуем. Опять же, закрашиваем всю клиентскую область белым цветом, чтобы стереть предыдущий прямоугольник. И далее мы рисуем новый прямоугольник в координатах sp от 0, sp от 1, то есть это x и y. И указываем его ширину и высоту. Ну и здесь вот pygm rect не обязательно писать, можно просто вот так вот, обычный вот такой вот кортеж. И осталось определить еще одно событие, это отпускание левой кнопки мыши, то есть мы смотрим уже такое событие mouse button up, и смотрим, что вот это вот свойство button тоже должно быть равно единице. То есть мы вот здесь нажали левую кнопку мыши для начала рисования прямоугольника, а здесь мы должны завершить рисование прямоугольника. Для этого вот этот вот флаг start draw мы просто устанавливаем в false, и прямоугольник перестает рисоваться. Давайте посмотрим, как это все будет работать. Запустим эту программу, и начнем что-нибудь рисовать. То есть смотрите, видите, я нажимаю левую кнопку мыши, удерживаю ее, и перемещаю курсор мыши. У нас рисуется такой прямоугольник. Соответственно отпускаю левую кнопку мыши, и все, прямоугольник перестает рисоваться. То есть вот он изображен, вот таким вот образом, и все. Если мы хотим нарисовать какой-то другой прямоугольник, опять нажимаем на левую кнопку мыши, перемещаем курсор мыши, и у нас рисуется другой прямоугольник. Вот так вот все это работает. Причем обратите внимание, вот эти вот два события, mouse button down и mouse button up, они на самом деле срабатывают только один раз. То есть когда мы нажимаем на левую кнопку мыши, то у нас срабатывает вот это событие, и оно срабатывает ровно один раз. То есть удерживая левую кнопку мыши нажатой, вот это условие будет работать только один раз. То есть оно не будет генерироваться постоянно. И то же самое, когда мы отпускаем кнопку мыши. Генерируется только одно событие. А вот когда мы перемещаем курсор мыши, то вот это вот событие, mouse motion, оно генерируется постоянно. То есть в отличие вот от этих вот событий, mouse button down и up, вот этот вот mouse motion генерируется постоянно при перемещении курсора мыши. Вот это его отличает вот это вот событие от этих вот предыдущих двух. Однако, если нам на каждой итерации главного цикла нужно определять, нажата ли какая-либо кнопка мыши, то следует использовать такой вот модуль pygm mouse, в котором, в частности, имеется вот такая вот функция getPreset. Вот эта функция работает аналогично функции getPreset, когда мы говорили о клавиатуре. И на выходе эта функция возвращает вот такой вот кортеж. Кортеж того, какие кнопки нажаты. Соответственно, где стоит единица, та кнопка нажата, а где 0, не нажата. А индекс этих значений как раз определяет кнопки мыши. То есть если индекс 0, это вот левая кнопка, вот эта вот, если индекс 1, это вот эта вот центральная кнопка, ну а индекс 2, соответственно, это вот правая кнопка. Давайте перепишем предыдущую программу с использованием вот этой вот функции getPreset. Я ее сделаю и такой. Значит, вот здесь вот в начале, перед главным циклом, мы все вот эти вот строчки уберем и запишем вот такие. У нас будет эта вот переменная sp, которая будет изначально принимать значение none. Это будет означать, что мы еще не рисуем никакого прямоугольника. То есть если sp равняется none, значит мы не рисуем прямоугольник. А если sp не равняется none, то есть принимает кортеж из двух значений, то мы рисуем прямоугольник. Все достаточно просто. Ну а вот в этом главном цикле мы будем делать следующее. Вот эти вот все события, которые мы здесь прописали для мыши, мы их уберем. И вместо этого запишем следующее. Смотрите. Мы здесь берем вот эту функцию getPreset для того, чтобы определить, какая кнопка мыши нажата. И проверяем, а нажата ли левая кнопка мыши. Вот этот вот индекс 0 как раз относится к левой кнопке мыши. Если preset принимает значение 1, это значит истина. И это условие срабатывает. Если это так, то мы обращаемся к модулю mouse и вызываем еще одну функцию getPos, которая возвращает как раз кортеж из двух значений текущего положения курсора мыши. Ну и соответственно мы сохраняем этот кортеж вот в переменной pos. А далее проверяем. Если sp равняется none, значит мы прямоугольник еще не начали рисовать, а значит эта вот позиция, это начальная позиция для рисования прямоугольника. И эту начальную позицию мы сохраняем в этой переменной sp. Ну а далее вычисляем также ширину и высоту прямоугольника. И вот здесь мы его рисуем. Значит вот это вот я тоже уберу, это лишнее. И вот здесь мы рисуем в координатах x, y и соответственно шириной и высотой. И пока нажата левая кнопка мыши, вот этот вот фрагмент программы будет работать. Как только мы отпускаем кнопку мыши, то соответственно срабатывает этот else, и sp снова принимает значение none. Давайте посмотрим, как это будет работать. Запускаем программу. Нажимаем на левую кнопку мыши, и начинаем рисовать прямоугольник. Отпускаем левую кнопку мыши, и прямоугольник нарисован. Соответственно хотим еще нарисовать, опять нажимаем на левую кнопку мыши, отпускаем, и прямоугольник снова нарисован. Вот таким вот образом работает эта вот программа. И на мой взгляд, использование вот этих функций getPreset и getPos намного проще в данном случае. То есть программа получилась более понятной, простой и короткой. Вообще вот в этом модуле mouse есть много полезных функций для работы с курсором мыши. Например, мы можем скрыть курсор мыши. Часто в играх это требуется. Скрыть стандартный курсор мыши. Для этого достаточно прописать вот такую строчку. Мы обращаемся к этому модулю mouse и вызываем функцию setVisible. и устанавливаем здесь значение false. Тогда курсор мыши в клиентской области будет скрыт. Если запустим программу, то смотрите, курсора мыши нету. Выходим за пределы окна, он появляется. Заходим, значит, вот в это наше окно, и курсор мыши пропадает в клиентской области. То есть вот так вот работает эта функция setVisible. Мало того, скрыв вот этот стандартный курсор мыши, мы можем нарисовать свой собственный. Например, вот так вот, смотрите. Значит, вот здесь вот мы вначале закрасим всю клиентскую область белым цветом, то есть все сотрем. И далее в текущей позиции курсора мыши мы будем рисовать, допустим, круг, сёкол. Значит, мы будем рисовать его синим цветом. Вот здесь вот post, это как раз текущие координаты курсора мыши. Ну, а это радиус круга. И кроме того, мы здесь делаем такую проверку. То есть мы будем рисовать только в том случае, если курсор мыши находится в пределах клиентской области окна. То есть вот эта вот функция getFocused, она определяет, находится ли курсор мыши в клиентской области окна. Если так, то эта функция возвращает true, истину, и мы, соответственно, выполняем эту строчку. Если курсор мыши выходит за пределы клиентской области, то ничего рисовать не нужно. Соответственно, вот эта функция выполняться уже не будет. Вот так работают вот эти вот строчки. Ну, и, соответственно, вот эти вот строчки ниже мы тоже немножко изменим, перепишем. В частности, вот этот вот пост второй раз здесь определять уже не нужно. Мы это уберем. И, соответственно, вот этот вот display update мы запишем здесь ниже. Вот так вот. Потому что мы будем перерисовывать здесь уже не только прямоугольник, но и курсор мыши. Давайте запустим программу, посмотрим, как это все будет работать. Смотрите, у нас теперь курсор мыши выглядит в виде вот такого синего кружочка. И, кроме того, мы можем рисовать еще и прямоугольник. Правда, вот когда мы отпускаем левую кнопку мыши, у нас прямоугольник тоже стирается. То есть, вот таким вот образом мы можем работать с курсором мыши и обрабатывать события от мыши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова